Долг за электричество почти в 300 тысяч рублей накопила многодетная семья Глуховых и Сергиева Посада. Теперь мать и семеро детей живут в доме без света и воды. Источники дохода – детские пособия, пенсия мамы и за потерю кормильца. Варианты выхода из трудной жизненной ситуации обсудили члены общественной палаты и соцработники. В качестве первоочередной меры предложена реструктуризация долга. Сейчас идет речь о том, что это 15 тысяч ежемесячного платежа на этом этапе. Но мы все же настаиваем, чтобы сумма была больше, с учетом того, что если будут приходить компенсации, чтобы эта сумма увеличилась. По пене пока ничего нам не ответили, но по задолженности письмо ушло в Москву. И есть договоренность, вчера мои помощники разговаривали с Поповым, Валерием Юрьевичем, это может, наверное, сбыт, что если Москва сегодня либо завтра подписывает соглашение, то в течение суток дом заново будет ими подключен по нормальной схеме. Член областной общественной палаты Марина Семенова в гости к Глуховым наведуется регулярно. В курсе всех дел, неприятностей и настроений многочисленных домочадцев. Считает, что с помощью неравнодушных людей многодетная семья постепенно выходит из кризиса. Администрация уже и до нас решала эту проблему, но с нами это получилось сделать дружнее и быстрее. На данный момент администрации подготавливается техническая документация для установки твердотопливного котла, для того, чтобы семья ушла от отопления электричеством и перешла на более дешевый вид топлива. Дальше, значит, сейчас патронажная служба работает, приходит в эту семью, для того, чтобы помогать маме, в общем-то, и психологически оказывать, и юридическую помощь. Психологическая, юридическая и практическая помощь, по мнению соцработников и членов общественной палаты, поможет семье Глуховых планировать бюджет и наладить нормальный быт. По словам Марины Семеновой, семья Глуховых остается на ее личном контроле и на особом внимании у Сергея Посадской администрации социальных работников, сотрудников опеки. Ирина Максимова, Михаил Кирсанов. Программа «События».